Аналитические репортажи, разнообразие мнений, героев и комментариев экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерима Саналы. В ходе мониторинга было выявлено, что большая часть министерств и ведомств продолжает осуществлять закупки методом прямого заключения договора, минуя электронный портал, что является грубым нарушением закона. Также отмечается большой проблемой отсутствия в госорганах сертифицированных специалистов, которые должны и могли бы отвечать за проведение тендеров. О том, как проводятся госзакупки и как проходят тендеры, расскажет Айтенок Нординова. Ремонт и строительство дорог, линии электропередачи и систем водоснабжения, приобретение лекарств и лабораторного оборудования для больниц, канцелярские товары для министерств и ведомств. Государственные закупки составляют около 20% бюджетных расходов, где играют большие деньги, риск коррупции велик. Наглядным примером могут послужить последние события – скандал вокруг тендера, проведенный со стороны Министерства транспорта и коммуникации. Собственно, из-за допущенных нарушений лишили своих кресел глава ведомства и премьер-министр страны. Последние события по тендерам, которые были осудены Министерством транспорта и коммуникации. Каким образом, какими методами, каким-то мониторятся все эти процессы по закупкам? Почему Государственный орган Уполномышленного района не смог проконтролировать нарушение этого тенда? Почему только мы остаемся сзади паровоза? Отметил ответственный секретарь Общественного совета Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Талай Алабаев. В целях искоренения коррупционных схем в системе государственных закупок со стороны правительства проводится реформа. Так, в прошлом году был внедрен закон о государственных закупках, соответствующий международным стандартам и также запущенный единый портал электронных закупок. Самое главное это обеспечить экономичность, эффективность использования государственных средств, способствовать увеличению прозрачности, чтобы у общественных была возможность отслеживать весь процесс проведения тендера. Потому что согласно статье 15 закупающей организации должны размещать абсолютно все документы, которые касаются закупки от первого этапа до последнего, девятого этапа. Следующее. Я хотела бы сказать, что благодаря существованию этого портала, этой системы фактически стало возможным мониторинг системы электронных закупок в режиме онлайн. Это очень большое достижение. Фактически ранее мы никак не могли отследить вообще, что делается в системе государственных закупок. То есть надо было просто идти в организацию и так далее, там сидеть. А сейчас вот есть такая большая возможность. Вот мы можем увидеть, сколько опубликовано на сайте объявлений, на какую сумму, сколько проведено через электронные торги, на какую сумму были закуплены товары и услуги. То есть есть у нас вся цифра. И именно эту цифру дает как раз электронный портал. Отметила председателя объединения ОГО против коррупции Нурипа Муканова. Однако министерства и ведомства не всегда соблюдают данный закон. В ходе мониторинга было выявлено, что государственные органы осуществляют закупки методом прямого заключения договора, минуя электронный портал, что является грубым нарушением закона. Управление государственным имуществом, особое мнение мониторщика, на 7 миллионов суммах было проведено через портал. И на такую же сумму 7 миллионов тендеры были проведены, минуя электронный портал. Вы знаете, что согласно закону, который вступил в силу в апреле 2015 года, абсолютно все государственные закупки должны идти через портал государственных закупок. Если проводится не через портал, то это является нарушением законодательства. Что касается примера Министерства экономики и на других государственных органов, мы видим, что мы выявили, что 30% фактически всех закупок проводятся через заключение прямого договора. Раньше это называлось, выбирается один поставщик и с ним заключается договор. То есть 30%. И вообще этот метод закупки считается непрозрачным. Есть очень много нарушений именно в проведении процедуры государственной закупки. Государственные органы делают все возможное, чтобы перейти на метод прямого заключения договора. Но здесь тоже закон очень сильно нарушается. Говорит Нурипа Муканова, осуществляла государственные закупки с нарушением закона и недавно ликвидированное Министерство труда и миграции. Как отмечается, ведомство в момент мониторинга и вовсе не был зарегистрирован в системе госзакупок. Когда мы начали работу, там речь шла о гуманитарной помощи беженцам, афганским кыргызам. Покупка гуманитарной помощи. Речь шла, кажется, если я точно не помню, нет бумаг, но где-то о 10 миллионов сомов. Но это был, конечно, шокирующий момент, когда мы пришли в качестве наблюдателей. До этого, надо сказать, что мы еще в электронном портале хотели посмотреть, как это все происходит. И тогда мы заметили, что Министерство труда и миграции молодежи не зарегистрировано в электронном госзакупке. Мы подумали, что так не может быть, наверное, это наша вина. Но выяснилось так, что действительно Министерство труда и миграции молодежи за все свое время существовало, и они не были зарегистрированы в электронном госзакупке. То есть свои вот эти госзакупки они проводили этим старым методом. Вот сидят в кабинете и решают 5-6 человек, у кого будем закупать куртки, у кого будем закупать муку. Тогда, конечно, у нас появилась куча вопросов в тот момент, а почему так, где отдел, где сотрудник сертифицирован. Они в тот момент от нас узнали, что оказывается, должен быть сертифицированный сотрудник. А об отделе даже и речи не шло там, о понятии о том, что оно должно быть. То есть это была шокирующая новость. В итоге получается, что все это время Министерство труда и миграции молодежи проводили электронные госзакупки вне рамках закона. Говорит председатель общественного совета при государственной службе миграции Чулпанко-Чуманова. В соответствии с законом в каждом государственном органе должны быть специалисты, сертифицированные и специальный отдел, который несет персональную ответственность за проведение тендеров. Но многие министерства и ведомства не учитывают данный пункт закона. Естественно, согласно закону о закупке, в каждом государственном органе должен быть отдел закупок. Однако до настоящего времени после технической инспекции не создан такой отдел. Закупки осуществляют раньше два специалиста, осуществляли сертифицированные. Сейчас остался только один сертифицированный специалист. Трудность заключается в том, что вот этих специалистов наше государство недостаточно обучило. Отмечает ответственный секретарь общественного совета государственной инспекции по экологической и технической безопасности Талай Алабаев. Имеется проблема в части анализа цен на закупаемые товары. Как отмечается, зачастую суммы указаны на этапе планирования и после осуществления государственной закупки расходятся. Когда мы промониторили путевки на санитарно-породное лечение ЛИЦУМ ЛОВЗ, запрашивалась сумма 4 миллиона. Контракт вышел почти на 5 миллионов, то есть 4 миллиона 896 миллионов. Тоже такие вопросы, значит, они нас взволновали, конечно. Но когда мы с председателем нашего совета, все эти наши, то, что мы выявили замечания в виде справки, письма отправили министру лично, прождали эти две недели, как положено по закону, 15 дней. Но мы ответа никакого не получили ни на наше письмо, вообще никакой не было реакции на то, что хотя мы там все выявили. Сказала член общественного совета Министерства социального развития Айгуль Арзиева. Сегодня и сам портал имеет ряд недостатков. Сайт неудобен для пользования. Также он не содержит полной информации для осуществления мониторинга по проведенным государственным закупкам. Сайт не содержит раздел, где можно увидеть коммерческие предложения всех участников тендера, что позволило бы всем претендентам изучить и после объявления победителя тендера, предложения своих конкурентов, оспаривать неисправедливые решения тендерной комиссии. То есть портал, хотя он сейчас в настоящее время обеспечит весь электронный закупки, однако нужно модернизировать с учетом требований дня. Именно еще в ходе мониторинга была при опросе беседы со специалистами, было выявлено, что, к сожалению, все финансовые ресурсы, которые должны были быть выделены государственным органом со стороны Министерства финансов, оно выделяется на конец года, что усложняет процедуру именно электронных кросс-закупок в связи с тем, что портал не выдерживает таких нагрузок. Сервера очень слабые, и поэтому специалисты вынуждены сверхурочно заниматься вот этим вводом данных на этот портал. Иногда вот этот портал зависает. Говорит Талай Алыбаев. То, что портал сегодня несовершенен и нуждается в модернизации, признает и директор департамента государственных закупок Улан-Данакеев. При этом уверяет, что до конца года все недостатки будут устранены. Мы подвергаемся достаточно жесточайшей критике. Повторяю, жесточайшей критике со всех сторон. Со стороны правительства постоянно идут нареками, что мы недорабатываем в том или ином моменте. Критика это хорошо. Критика возникает только тогда, когда есть работа. Мы с вами работаем, значит у нас критика. Электронный портал закончил работу свою как проект Азиатского банка развития. И сегодня, с 1 апреля, он уже вошел, уже как государственный портал. Имеется ввиду, на государственный бюджет нас служит. И этим занимается, то есть его техническое сопровождение, его модернизация вложится на, сейчас у нас есть госучреждение, при министерстве финансов, назвать синтезистем. Оно сейчас будет заниматься там. Но его дальнейшее, он не только сопровождает, но идет модернизация. То есть в данном случае департамент, мы корректируем работу данного портала с точки зрения введения, там, разработки новых модулей, новых программ и так далее, и так далее. Ну и под это связано вот с точки зрения модернизации. По техническому заданию, которое было на портал, мы должны были видеть 120 видов отчета. То есть, например, хотел узнать, сколько куплено воды, да, то есть нажимаем там, вот вода, и он нам полностью дает, кто закупает, по какой цене закупает, где закупает, в какой период закупает и где-то запоминет. То есть этот сейчас процесс идет. Поверьте мне, что этот процесс достаточно только емкий и достаточно долгий. И этот процесс идет, и я надеюсь, что до конца года очень многие вещи, которые, например, сегодня сказали, то, что мы не имеем доступ к определенным отчетным показателям, мы все это доведем до конца. Отметил он. Специалисты отмечают, что какие бы новшества ни внедряли, проблема решится только тогда, когда люди, занимающие ответственную должность, начнут думать об интересах народа, а не о личной выгоде. Ведь эффективное распределение бюджетных средств зависит во многом именно, насколько прозрачно проводятся государственные закупки. А экономия бюджета – это дополнительное повышение заработной платы, пенсии и пособий. Айтун Ахнурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.